Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше». Еврейская гордость Одним из величайших еврейских лидеров нашего времени был легендарный Зеев Жаботинский. Этот человек создал еврейский легион, первый еврейский боевой отряд со времен восстания Бар-Кохбы во II веке новой эры. Он был духовным вождем двух боевых организаций еврейского подполья в Эр-Цесраэль – Эцеля и Лехи. Он боролся за создание еврейского государства в годы, когда другим эта идея казалась утопией. Своё философское кредо он определил ивритским словом «гадар». Гадар означает «гордость». Гадар означает «достоинство». Гадар означает «великолепие». В период между двумя мировыми войнами Зеев Жаботинский исколесил всю Восточную Европу, обращаясь к сердцам миллионов евреев. Эти евреи прошли через века духовных и физических страданий и считали погромы и ежедневные унижения естественными. Солнце восходит и заходит, погромы начинаются и кончаются. Такова была жизненная философия еврея в Восточноевропейском Галуте. Жаботинский обращался именно к этим евреям, которых он любил всем сердцем. «Евреи», — говорил он, — «нет заповеди, гласящих, что еврей должен быть избиваем, как собака. Вы не обязаны идти, как овцы, на убой. Гордо распрямите плечи и давайте сдачи, давайте сдачи изо всех сил». В любом городе, в любом местечке, куда бы ни приезжал Жаботинский, тысячи евреев приходили, чтобы услышать его ободряющие слова. Когда он говорил, сами собой распрямляли согнутые столетиями спины, а в глазах загорался свет. Зэв Жаботинский говорил им о том, каким должен быть еврей. «Гадар, еврей и в нищете царей потомок, увенчаны короною Давида. При свете полдня и во мраке ночи ты должен помнить о короне царской». «Гадар» начинается с чувства собственного достоинства. «Это значит, что окружающий мир должен усвоить одну вещь. Евреи, быть может, не лучше других, но они, во всяком случае, не слабее других. Это значит, что еврей должен обладать чувством собственного достоинства и требовать от других уважения к себе. «Гадар» означает, что еврей должен избавиться от невротической потребности нравиться любому встречному поперечному. Евреи помешаны на любви. Я имею в виду болезненное желание добиться любви со стороны нееврейского мира. Результат Галута – двухтысячелетнего изгнания, принесшего бесчисленные страдания, погромы и преследования. Все это породило в евреи чувство неуверенности в себе и комплекс неполноценности. «Заявляя, что мы добились, наконец, равноправия, мы отнюдь не уверены в собственных словах. Подтверждение самому нашему праву на существование мы ищем у неевреев. И мы изобрели тысячи способов завоевания любви окружающих. Евреи пытаются доказать, что они способны делать все то, что делают неевреи и даже лучше их. Напиваться лучше, чем гой, поднять процент разводов в своей среде на высоту, которые не достигли гои, и так далее, и тому подобное. Боясь вызвать неприязнь неевреев из-за того, что наши молитвы отличаются от их, прогрессивный еврей готов внести поправки в свой молитвенник. Синагога слишком резко отличается от церкви? Надо так ее подремонтировать, в кавычках, чтобы не отличалось. И действительно, трудно заметить, чем роскошные здания реформистских темплей отличаются от церквей. Евреи пытаются купить любовь окружающих, доказывая, что их очень волнуют те же проблемы, что и неевреев. Они демонстрируют против войны во Вьетнаме и против режима апартеида в Южной Африке. Реформистские раввины протестуют против дискриминации негров в Южных Штатах, а предводители еврейского истеблишмента каются перед неграми в несовершенных грехах. Еврейские деньги идут на помощь голодающей Африке, но не на помощь нуждающимся евреям. Все это делается в надежде завоевать любовь неевреев, которых наши лидеры справедливо подозревают в том, что они попросту ненавидят нас. Катастрофа зародилась в стране, где евреи жили более тысячи лет и добились полной эмансипации и равноправия. Но опыт катастрофы ничему нас не научил, и это несмотря на очевидность того факта, что невозможно купить любовь окружающих, если нам даже уважения к себе не удалось добиться. Уважение нельзя купить или выпросить. Люди достаточно хорошо понимают, что тот, кто не способен уважать самого себя, не может уважать и других. Если человек ненавидит самого себя, свое культурное наследие, свой народ, как может он требовать, чтобы его любили другие? Отсутствие с нашей стороны реакции на антисемитские эксцессы представляется окружающим трусостью и неспособностью постоять за себя. Слыша антисемитские высказывания, наши лидеры спешат заявить, что речь идет об отдельных экстремистах, не представляющих молчаливого большинства, которое, конечно же, обожает нас. В таком поведении неевреи находят подтверждение своему стереотипу еврея, малодушного труса, не заслуживающего никакого уважения к себе. Древний мудрый принцип гласит, «Не делай другому того, что ненавистно тебе самому». С этими словами мы должны обратиться к нееврейскому миру. «Не делайте евреям того, что ненавистно вам самим». Собираясь даровать евреям Тору, Всевышний избрал для этого невеличественную высокую гору, но, напротив, небольшую, малоприметную гору, едва отличающуюся от холма – Синай. «Наши мудрецы объясняют, что Всевышний хотел тем самым научить нас скромности. Еврею должны быть чужды спесь и гордыня». Раби Изгура, один из величайших хасидских цадиков прошлого века, заметил в этой связи, «Все хорошо, но если Всевышний действительно хотел научить нас скромности, он мог избрать равнину, а не гору». Задав этот вопрос, Раби Изгура дал и ответ, ответ четкий и смелый. «Мы должны извлечь из этой истории еще один урок, и он не менее важен, чем первый. Недостаточно отрицать гордыню. Излишняя скромность тоже вредна. У еврея должна быть гордость. Он не может позволить топтать себя ногами, иначе он теряет свой еврейский и человеческий облик». Конец цитаты. «Нормальные люди дают сдачи, если на них нападают. Только закомплексованный либеральный еврей, отбежав на безопасное расстояние, глубоко задумывается, «Видимо, я это заслужил. Может быть, вернутся, чтобы меня ударили еще разок?» «Не этими ли комплексами объясняются пугливые заявления наших лидеров о том, что не надо шуметь, и ответная реакция лишь ухудшит ситуацию?» В прошлом реальность вынуждала нас приходить к выводу, что самозащита необходима. Но слишком часто к этому выводу приходили, когда было уже поздно. «Газовые камеры Освенцима выросли на почве, обильно удобренной неспособностью или нежеланием евреев дать сдачи. Лишь когда мы докажем на деле, что способны постоять за себя, окружающие поверят нашим утверждениям о том, что мы уважаем права других. Ведь тот, кто не способен постоять за себя, едва ли сможет принести пользу другому». Еврейских либералов ожидает неизбежная фиаско. Их унизительные попытки завоевать любовь окружающих при полном нежелании уделить внимание нуждам собственного народа вызывают усмешку и презрение со стороны неевреев. Невозможно перестать быть самим собой. Еврей не может стать неевреем. В конечном счете нееврейское окружение рано или поздно напомнит блудному сыну, что несмотря ни на что он остался евреем. За долгие столетия нашего изгнания сложился стереотип еврея «слабое беззащитное существо, которое не в состоянии защитить себя и которое можно поэтому безнаказанно топтать ногами». Этот стереотип пускает новые корни каждый раз, когда евреи демонстрируют свою слабость, свою неготовность к ответным действиям. Стереотип этот мы обязаны изменить. Его существование опасно не только тем, что побуждает антисемитов к действию, но и тем, что оно калечит душу еврея, убеждая его в собственной неполноценности. И тот факт, что столь многие молодые евреи поражены страшным пороком самоненавистничества в значительной степени объясняется влиянием стереотипного облика еврея. Праздные рассуждения о кровавых преследованиях еврейского народа на протяжении долгих столетий, о катастрофе, постигшей нас в период Второй мировой войны, лишь укрепляют этот опасный стереотип, попутно вызывая у многих наших собратьев чувство отвращения и презрения к самим себе. В свое время Зеев Жаботинский сформулировал еще один важный принцип, который он назвал «барзель», что означает на иврите «железо». Согласно этому принципу, мы обязаны проявить железную твердость, несгибаемость стали, когда мы имеем дело с теми, кто угрожает самому нашему существованию. Мы протягиваем руку всем народам мира, предлагая им мир. Но если они отвергают это предложение, рука наша должна стать железной, железной рукой, оберегающей нашу безопасность, мы готовы говорить на равных со всеми. Но никогда больше мы не позволим, чтобы, обращаясь к нам, окружающие смотрели на нас свысока, осознав, какое тяжелое наследие несем мы на своих плечах, многовековое наследие жестоких преследований, мы обязаны сделать выводы, мы обязаны сделать первый шаг, чтобы прошлое не повторилось. Мы должны стремиться к тому, чтобы заставить неевреев прекратить насмехаться над нами, над нашими обычаями, над нашими именами. Но первым шагом должно быть обеспечение физической безопасности еврейского народа. Мы должны быть готовы дать отпор врагу в любой ситуации. Когда Голиаф насмехался над еврейским войском, Давид гневно спросил, как смеет этот необрезанный филистимлянин унижать народ Всевышнего. Мы обязаны защитить честь нашего народа. Тот, кто сегодня оскорбляет наше достоинство, завтра будет готов убивать нас. Принцип Барзель требует от нас извлечь еще один урок из еврейской истории. Урок, преподанный нам жаботинским, еврейскими партизанами, сражавшимися с нацистами в странах Восточной Европы, подпольными боевыми организациями в Эрецисраэль, созданием государства Израиль. Урок этот таков. Тот, кто имеет дело с Исавом, должен уметь сражаться его оружием. Более того, этим оружием он обязан владеть в совершенстве. Для того, чтобы защищать честь евреев, их дома и имущество, саму их жизнь, надо овладеть искусством самозащиты. Мы должны надеяться на лучшее, но при этом обязаны быть готовыми к самому плохому. Какими средствами мы пытались помочь и пытались ли вообще советским евреям на протяжении последних 50 лет? Что следует предпринять после того, как «респектабельные» в кавычках, «солидные» в кавычках методы тихой дипломатии не принесли никаких результатов? Кто определяет, какие методы борьбы допустимы, а какие нет? Каким образом можно помочь тем еврейским обитателям кварталов нищеты, которые подвергаются ежедневным нападениям со стороны бандитов и грабителей? Что делать, если не помогают ни дипломатия, ни пацифизм, ни обращение в полицию? Какие методы самообороны допустимы, а какие нет? Если выяснилось, что все прежние методы не принесли успеха, значит, надо искать какие-то новые пути оказания помощи нашим страдающим братьям и сестрам. Найти эти пути могут лишь те, кто не отгородился от страданий своего ближнего стеной личного комфорта и благополучия. Если выяснилось, что респектабельные в кавычках пути никуда не ведут, мы обязаны прийти на помощь своим братьям в беде, отвечая насилием на насилие. Мы имеем на это полное моральное право. Более того, мы обязаны это сделать. Тот, кто отказывается прибегнуть к этому методу, не только ведет себя позорным образом, он нарушает важнейший моральный принцип иудаизма – помочь попавшему в беду собрату всеми имеющими сосредствами. И поэтому можно и нужно обучать молодых людей приемом карате и других видов самообороны, чтобы они никогда больше не становились объектами антисемитских нападений. Поэтому следует обучать молодых людей обращаться с оружием, чтобы те, кто сегодня безнаказанно терроризируют беззащитных еврейских обитателей кварталов бедноты дважды и трижды и десять раз хорошенько подумали бы, прежде чем решиться на бандитский акт. Поэтому следует добиться эскалации войны еврейского народа против советских властей, которые держат у себя в качестве заложников миллионы наших братьев и сестер. И эту войну надо вести, применяя физическое насилие. Только так мы сможем поставить эту проблему в центр мирового внимания и тем самым способствовать ее разрешению. Но эти методы борьбы гневно отвергаются вождями американо-еврейского истеблишмента. От их гнева содрогаются стены их роскошных коттеджей и их возмущения теми, кто предлагает такие методы борьбы, зачастую переходит в открытую ненависть. И тут внезапно выясняется, что еврейский истеблишмент Соединенных Штатов не столь немощен, когда речь идет о защите человеческого достоинства своих собственных собратьев евреев, наши вожди прилагают громадные усилия, чтобы не допустить этого. Их паралич как рукой снимает, и ссохшие кости оживают прямо на глазах. Наши лидеры излучают энергию, они протестуют, возмущаются, сражаются. Когда возникли отряды еврейской самообороны в американских городах, когда еврейские активисты совершили несколько акций против представителей Советской империи зла, руководители еврейского истеблишмента торжественно провозгласили, ни в коем случае недопустимо прибегать к насилию. Еврею не подобает применять силу, это подобает эсаву, если не дьяволу. Применение силы противоречит нормам еврейской морали. Когда в зданиях советских представительств стали взрываться бомбы, респектабельный американский еврей закричал на весь мир, это не я, это не я сделал. можно подумать, что кто-то мог заподозрить его в этом. Насилие это действительно не еврейский путь. Этому нас учит Тора и наш закон. Но они учат нас и еще одной вещи. Если мы испробовали уже все остальные пути, и они ни к чему нас не привели, мы вправе применить силу. Когда-то много веков назад жил на свете один еврей, праведный еврей, великий сын своего народа. Его звали Моисей, а вернее Моше, Моше-Рабейну, то есть Моше- наш учитель. А называя кого-либо своим учителем, мы вкладываем в это слово вполне однозначный смысл. У этого человека мы должны учиться, с него брать пример. И вот Тора рассказывает нам, как поступил Моше-Рабейну, увидев, что египетский надсмотрщик избивает еврея-раба. Он не стал создавать комиссию по расследованию антисемитских инцидентов в Египте и организовывать египетско-еврейскую конференцию по обсуждению вопроса. Тора говорит нам, что Моше-Рабейну убил того египтянина. Моше- наш учитель показал нам пример, как вести себя в подобных ситуациях. Чтобы защитить своего собрата еврея, Моше-Рабейну применил силу. Таковы нормы еврейской морали. Наша трагедия состоит в том, что люди, представляющие наши интересы и выступающие в роли наших руководителей, чрезвычайно далеки от еврейской традиции. Их познания в иудаизме ограничены до предела. Им совершенно чуждо еврейское мировоззрение, еврейский подход к жизни они духовно ассимилировались, восприняв идеи и концепции еврейско-американского либерализма. И некому объяснить им, что эти идеи и концепции разительно отличаются от еврейских. Талмуд говорит, что поступки родителей служат примером для детей. Обратившись к еврейской истории, мы увидим, как вели себя в подобных ситуациях наши праведные предки. Мы найдем ответ на вопрос, подобает ли еврею применять силу. И мы увидим, что ради защиты высших принципов, ради сохранения законов, которые дал нам сам Всевышний, наши предки готовы были к бескомпромиссной войне и к применению силы. Нет, евреи не отвергают применение силы как таковой, если того требуют обстоятельства. Если бы, как полагают незнакомые с еврейской традицией евреи, иудаизм действительно призывал к непротивлению злу, рассматривая мир и дружбу в качестве высшей ценности, то откуда взялись бы те бесконечные герои, что прославили себя и свой народ в восстаниях и войнах, которые знал еврейский народ за долгие столетия? Если бы иудаизм действительно проповедовал пацифистские идеи, то сегодня в мире было бы во много раз меньше евреев и в том числе евреев пацифистов. Да, Тора и Талмуд считают мир великим благом, которым Всевышний благословляет свой народ. Аарон стал первосвященником именно благодаря своей любви к миру. Ни один еврей, который знаком с законами и традициями своего народа, не станет отрицать величайшую важность мира. Он хочет мира и стремиться к нему всеми доступными средствами. Но до тех пор, пока не наступила еще эпоха всеобщего благоденствия, мира и согласия, мы обязаны руководствоваться правилом Талмуда. Того, кто пришел убить тебя, убей его. Трактат Брахот 58 Конечно, мир это прекрасно, но нельзя добиться мира ценой свободы. Если цена мира это рабство, то цена это слишком велика. Те же, кто предпочитают избегать конфликтов, стараясь не замечать несправедливость, заботятся не о мире, а о собственном благополучии. Что же еврей обязан предпринимать, чтобы помочь своему собрату в беде, и что ему делать не позволяется? Как на практике притворяется в жизнь великий идеал Агафат Исраэль? Тора говорит «Не стой безучастно пред кровью брата твоего». Ваикра 19 дробь 16 Талмуд поясняет эти слова «Откуда мы знаем, что человек, видящий, что его ближний тонет в море или подвергается нападению диких зверей или грабителей, должен прийти ему на помощь?» И сказано во вторе «Не стой безучастно пред кровью брата твоего». «Откуда мы знаем, что человек, знающий о том, что кто-то намеревается совершить убийство, обязан спасти жизнь ближнего своего, даже если ему придется для этого убить злоумышленника?» И сказано во вторе «Не стой безучастно пред кровью брата твоего». Мы видим таким образом, что если евреи слышит крик другого еврея о помощи, он обязан ему помочь. Он несет ответственность за судьбу собрата, попавшего в беду, и если того требуют обстоятельства, он должен применить силу». Рамбам в своей книге Мишне Тора пишет «Что такое обязательная война? Это война, которую евреи обязаны вести против семи народов, населявших Ханаан, и против Амалека, и спасения евреев от напавших на них врагов». Раздел «Гельхот Млахим» 5 дробь 1 Тора в 20 главе книги Дворин дает определение того, как следует готовиться к войне. Те, кто изучал Талмуд, трактаты Сота 42-44 и Сан-Эдрин 20 знают, что иудаизм отличает «обязательную» в кавычках войну от «необязательной» в кавычках. Последнюю глава еврейского государства может объявлять, исходя из тактических соображений. Все, кто знаком с иудаизмом, знают, что каждый еврей обязан прийти на помощь собрату подвергшемуся нападению. Рамбам пишет, «Если кто-то преследует еврея с тем, чтобы продать его в рабство, каждый еврей обязан сделать все возможное и спасти преследуемого, даже если для этого придется убить преследователя». Гильхот Роцеях 1.6 Трудно усмотреть в этих словах призыв к пацифизму и идеи непротивления злу насилием. Напротив, иудаизм призывает нас к борьбе со злом без без уничтожения которого немыслимый мир и благоденствие. Царь Давид говорит в псалмах, «Благословен Господь, оплот мой, обучающий руки моей битве, пальцы мои, войне». Таилин 144.1 «Не поощрение того, кто готов отступить, сдаться и покориться, но поддержка того, кто готов с оружием в руках сражаться за свою свободу и жизнь». И еврейская история знает имена бесстрашных воинов, сражавшихся за свой народ, за свою страну. Говоря, что в сегодняшнем Израиле возник новый тип в кавычках еврея, мы допускаем серьезную ошибку. Сильного, свободного, верного Всевышнему и его Торе, уверенного в себе Сабру, едва ли можно назвать новым типом еврея. Это скорее новое воплощение старого типа еврея, который пришел в эту страну более трех тысячелетий назад с оружием в руках, бесчисленное количество раз, прибегая к насилию, защищал свою жизнь и свободу, вплоть до решающей схватки с Римом. Евреем старого типа был наш праотец Авраам, вступивший в битву с четырьмя царями, чтобы спасти Лота, своего попавшего в плен племянника. Евреем старого типа был наш праотец Яаков, готовившийся ко встрече с Исавом. Он был готов вести переговоры, он просил Всевышнего о помощи, и он готов был к войне. Смотри комментарий Рашик Брейшит 32 9 Евреем старого типа был Моше, убивший египтянина, который поднял руку на еврея. Евреями старого типа были сыны Израиля, бесстрашно отправлявшиеся в военные походы против Амалека, Сихона, Ога, Еошуа и Гидон, Двора и Шимшон, Шауль и Давид были весьма далеки от идеи подставить врагу другую щеку. Зажигая ханукальные свечи и вспоминая о победах еврейского оружия в той кровопролитной войне с греческими оккупантами, мы понимаем, конечно, что маковеи отнюдь не были апостолами непротивления злу насилием. Читая о еврейских воинах, героически защищавших Масаду, мы вряд ли станем утверждать, что они были последователями Махатмы Ганди и посылали командирам римских легионов петиции протеста. Каждый, кто интересовался еврейской историей, знает, что один из величайших наших мудрецов раби Акива приказал своим ученикам, а их было двадцать четыре тысячи, прервать изучение священных текстов и присоединиться к армии Шимона Баркохбы, чтобы сражаться с римлянами. Людям, рассуждающим о том, какие действия соответствуют нормам еврейской морали, а какие нет, не мешало бы сначала выяснить, что такое еврейская мораль. Нет, те, кто обороняют сегодня израильские границы, не являются евреями нового типа. Это евреи старого типа, возродившегося к новой жизни в стране Израиля. Еврей нового типа возник возник в Галуте в результате двухтысячелетних преследований страха и унижений. Евреев этого типа мы можем встретить на улицах любого города во всех странах нашей диаспоры. Евреи того же типа населяют фешенебельные кабинеты респектабельных еврейских организаций. Долгие века проведенные среди враждебных народов, когда еврею была отведена роль презираемого парии, выработали у нас готовность безропотно сносить побои и оскорбления. Сложился тип еврея, который боится даже помыслить о сопротивлении и готов покорно как скот идти на убой. И вот что писал об этом явлении великий Рамбам. Причина того, что мы лишились царства, что храм разрушен и не видно конца Галуту, заключается в том, что наши предки совершили один грех. Они не обучались искусству ведения войны. Собрание писем Рамбама «Они бьют нас, а мы молчим, они убивают нас, а мы не защищаемся». Еврей нового типа родился в страшном Галуте. Настало время возродить старый тип еврея. В 1903 году в Кишиневе произошел погром, который потряс весь мир. Пьяные озверевшие погромщики грабили, избивали, насиловали, убивали. Посетив после погрома Кишинев, писавший на иврите великий еврейский поэт Хаим Нахман Бялек сложил поэму, которую он назвал «Сказание о погроме». Его руки дрожали от боли и гнева, когда он писал эту поэму, но гнев его был обращен не только против опьяненных кровью погромщиков, а его боль была вызвана не только их ужасными злодеяниями. Его гнев и боль вызывали евреи, голодные евреи, которые собирали пух своих вспоротых перин в тот момент, когда бандиты насиловали их жен и убивали их детей. Он обращал слова гнева к этим евреям, потому что он любил их и понимал, что если они не поднимутся на борьбу и, распрямив спину, не ответят силой на силу, то будут уничтожены физически и духовно. В одном из наиболее сильных мест поэмы Бялик говорит «Смотрите, на что стали похожи потомки Маковеев». Да, то был поворотный пункт. Что-то сдвинулось в глубине еврейских душ. Многие начали понимать, что необходимо возродить старый тип еврея. Наше национальное возрождение началось именно тогда, когда горстка еврейских активистов решила взяться за оружие. Это означало, что наступает конец эпохи нового типа еврея. Никогда больше Кишинев не будет символом еврейского народа. Зеев Жаботинский сформулировал стоящий перед нами выбор умереть или покорить вершину горы. Создание Жаботинским Бейтара боевой молодежной организации означало, что идеи, питавшие существование нового типа еврея, перестали привлекать еврейскую молодежь. Еврейские юноши в Польше, Германии, Литве Венгрии, Латвии, Чехословакии обучали использованию оружием и руководители респектабельных еврейских организаций багровели от гнева. Фашисты, хулиганы, зачем вам оружие? Еврею не подобает возиться с оружием. Но те, кто решил взяться за оружие, сделали выводы из урока преподанного нам галутом. Они отлично понимали, что если таскание евреев за бороды и пейсы стало национальным спортом поляков, то не пройдет много времени и евреев начнут убивать. Зачем нам оружие? Чтобы быть готовыми к завтрашнему дню, который может оказаться намного ужаснее сегодняшнего. Но огромное большинство евреев отказывалось верить пугающим прогнозам, а еврейские лидеры проклинали и обливали грязью фанатиков в кавычках, вздумавших обучить евреев умению обороняться. И когда катастрофа разразилась, еврейский народ оказался совершенно неподготовленным к новой ситуации, евреи были беззащитны, растеряны, полны отчаяния, надежда оставила их. Не всех. Те, кто в отрядах Бейтара научились применять силу, оказались способны спасти честь еврейского народа и хоть сколько-то еврейских жизней. Не все шли на смерть, покорно опустив голову. В лесах Польши и Литвы действовали еврейские партизаны, группы еврейского сопротивления возникали в Вильнюсе, Белостоке, Кракове, Бродах, Лиде, в десятках других городов. Те, кто умели пользоваться оружием, применяли его для того, чтобы защищать своих безоружных собратьев. На счету тех, кто не боялся прибегать к насилию, был не один убитый немец нацист. Еврейские партизаны жестоком стиле и тем полякам, литовцам, украинцам, что помогали немцам уничтожать евреев. И все все тех, кто взялся за оружие, было мало, слишком мало. Миллионы погибли, не оказав никакого сопротивления. В их смерти повинны также и еврейские лидеры, так страстно проклинавшие евреев старого типа, хотевших обучить евреев оказывать сопротивление. Простые евреи Варшавы и Кракова, Вильнюса и Праги так и погибли до последнего мгновения, веря, что еврею не подобает прибегать к насилию. Когда Эцель и Лехи провозгласили восстание против английских колонизаторов в Эрец Исраэль, те же респектабельные в кавычках евреи подняли крик до небес. Это неэтично. Это противоречит принципам еврейской морали. Хулиганы, бандиты, террористы, фашисты. Это безответственно. Это ужасно. Сегодня, когда армия обороны Израиля прибегает к насилию, успешно защищая границы страны, многие склонны забывать, как реагировал еврейский истеблишмент на возникновение в Эрец Исраэль боевых подпольных организаций, поднявших знамя восстания. Стоит вспомнить, какой переполох начался в стане «респектабельных» в кавычках евреев, когда символом Эцеля стала эмблема с картой Эрец Исраэль, охватывающей оба берега Иордана, рукой сжимающей винтовку и словами «только так». Но фашисты в кавычках и террористы в кавычках не обращали внимания на вопли защитников принципов еврейской морали. Они стреляли и бросали гранаты, потому что перед их глазами стояли газовые камеры Освенцима. Они понимали, что только еврейское государство может стать гарантией того, что катастрофа никогда больше не повторится. Они не сложили оружие и они победили. Их победа выразилась не только в том, что еврейское государство было создано. Они одержали более важную победу. Победила их философия. Победой тех, кто призывал взяться за оружие, является сам факт, что осуждавшие в прошлом насилие и терроризм в кавычках вожди Ишула еврейской общины Эр-Цесраэль сегодня сами успешно применяют оружие и даже открыто заявляют, что не видят в этом ничего предосудительного. Если сегодня армия обороны Израиля проводит блестящие военные операции, а лидеры еврейского эстеблишмента приветствуют это, то это большая наша победа. Ведь совсем недавно те же лидеры не только осуждали терроризм в кавычках, но и выдавали еврейских террористов в кавычках британской полиции. Если сегодняшнее руководство Израиля понимает необходимость прибегать к насилию, защищая жизнь и безопасность граждан страны, и понимает также, что такого рода насилие не противоречит еврейской морали, то в этом большая заслуга Зеева Жаботинского и его соратников и учеников. Сегодня Израиль уверенно применяет силу в борьбе со своими многочисленными врагами и, казалось бы, кто может осуждать его за это? Ведь народ Израиля всего-навсего отстаивает свое право на существование. Но нет, мы видим, как реагирует на это весь мир, и западный, и восточный, и третий, и все остальные. Мир задыхается от гнева и возмущения. Как это евреи посмели ответить ударом на удар? Когда арабские террористы убивают безоружных евреев, детей, женщин, мы удостаиваемся симпатии окружающего мира. Причем, если погиб один еврей, симпатия бывает довольно умеренной. погибли двое, симпатия возрастает. Погибло шесть миллионов. Весь мир буквально охвачен сочувствием к нам. Вот он, путь к завоеванию всеобщей любви к еврейскому народу. В свое время на пресс-конференции, состоявшейся сразу же после очередного осуждения Израиля Советом Безопасности. Премьер-министр Леви Эшколь сказал, если бы мы потерпели поражение в войне, в адрес еврейского государства было бы сказано немало хвалебных слов, может быть, самых красивых за всю нашу историю. Парламенты всех стран мира почтили бы минутой молчания гибель двух с половиной миллионов евреев. Но мы решили выжить, мы сражались и победили, за это они осудили нас, но мы живем и предпочитаем продолжать жить и дальше. Да, прибегать к насилию всегда не слишком приятно, но иногда совершенно необходимо тому, кто спешит осудить насильственные методы, обычно нечего опасаться за свою жизнь, но те, над кем занесен меч, отлично понимают, в какой ситуации находится еврейское государство и миллионы евреев в диаспоре. Да, насилие это всегда довольно печальная штука. насилие это всегда трагедия, но когда все прочие способы обеспечить нашу жизнь и безопасность ни к чему не привели, мы прибегнем к насилию. Человек, который отказывается применять насилие, хотя знает, что это приведет его к гибели, не просто глупец. Такой человек нарушает все нормы еврейской морали. Любимым выражением еврейских либералов являются слова пророка Захарьи «Немогуществом и несилой, но духом моим говорит Господь». Захария 4,6 Конечно, евреи всегда полагали столько на Всевышнего, твердо веря, что без его воли даже лист на дереве не шелохнется. Но означает ли это, что нам запрещено прибегать к насильственным методам борьбы? Разумеется, нет. Из приведенной выше фразы мы можем сделать вывод, что применять силу можно лишь в тех случаях, когда нет сомнения, что именно такова воля Всевышнего. И понятно, что любой поступок еврей обязан сверять по особой шкале, чтобы быть уверенным, что дела его угодны Всевышнему. Красное море расступилось лишь после того, как евреи вошли в его воды, а Ханан был дарован сынам Израиля лишь после того, как они вступили в битву с народами, населявшими тогда страну. «Нельзя полагаться на чудо», учат наши мудрецы. «Еврей обязан делать все, что в его силах, чтобы обеспечить жизнь и безопасность себе и своим собратьям и надеяться на помощь Всевышнего, и тогда эта помощь придет». «Величие иудаизма основано на величии Духа, но Дух не может существовать, не будучи облачен в материальную оболочку. Величайшие духовные центры еврейства Восточной Европы исчезли с лица земли, потому что уничтожены носители Духа, миллионы восточноевропейских евреев». Конечно, катастрофу нельзя было предотвратить, даже если евреи и умели бы обращаться с оружием и обороняться, слишком неравны были силы, но многие, очень многие спаслись бы, а их место в приготовленных для нас могилах заняли бы немцы. Обычно те, кто осуждают насилие, сами надежно застрахованы от того, что кто-то может применить насилие по отношению к ним. Тот, кого ни разу в жизни не били кулаком в лицо, едва ли в состоянии понять чувство человека, ставшего жертвой бандитского нападения, обитающему в комфорте и безопасности, трудно понять человека, живущего в атмосфере насилия и произвола. Как легко и просто осуждать насилие с этической точки зрения в кавычках, сидя на благоустроенной вилле за семью замками и как поразительно быстро меняется эта этическая точка зрения, когда ее обладатель получает удар велосипедной цепью по голове. Моралист, который осуждает хулиганов в кавычках, патрулирующих в кварталах бедноты, предпочитает жить в фешенебельном пригородном районе. Что может быть проще? Его окружают не грабители, воры и проститутки, а вполне респектабельные граждане, около домов, в которых зеленеет аккуратно подстриженная травка, а в гаражах стоят спортивные машины последней марки. Кто умрет, а кто будет жить? Кто умрет в свое время, а кто раньше срока? Кто погибнет в огне, а кто утонет в воде? Кто погибнет от меча, а кто будет растерзан зверем? Кто будет задушен, а кто побит камнями? Кто будет жить в мире, а кто будет терпеть мучения? Слова этой молитвы, которую все мы читаем во время осенних праздников, Многие обитатели кварталов бедноты произносят ежедневно. Слова эти достигают небесного трона, но они не доходят до ушей наших комфортабельных собратьев в благоустроенных пригородных зонах. «Прошу вас, дорогой друг, когда вы вернете свободный мир, не оставайтесь безучастным, сделайте все, что в ваших силах, переверните мир, но помогите нам». Эти слова того старого русского еврея обращены к нам и к нашей совести. Почему мы сочувственно киваем головой, беспомощно пожимаем плечами и продолжаем, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами? Не потому ли, что это не наши дети подвергаются национальному и культурному геноциду, и не наших близких и родственников судят в Ленинграде, Риге и Кишиневе? И не потому ли нам так хочется осудить тех, кто, разделяя боль своих собратьев в Советском Союзе, пытается помочь им, применяя при этом насильственные методы борьбы? Есть ли у вас более важная заповедь, чем спасение еврейской жизни и еврейской души? Существуют ли вообще законы, которые мы не были бы обязаны нарушить, если это требуется для спасения еврея от смерти физической и духовной? Посмотрим, чему учит нас Галаха еврейский закон. Если человек узнает, что его сына похитили с тем, чтобы отвратить его от веры Израиля, он обязан немедленно отправиться на его спасение, даже если для этого ему придется нарушить субботу. Если же он отказывается, суд принуждает его к этому. Шулхан Арух раздел Орах Хаим 306 дробь А ведь мы знаем, что соблюдение законов субботы это одна из важнейших заповедей Торы. Причем обратите внимание, закон не просто разрешает, он обязывает вас нарушить субботу, если того требует спасение еврея, которому угрожает отторжение от родного народа. Здесь говорится об одном еврее. В случае же с советским еврейством речь идет о спасении миллионов людей. суббота. 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 Суббота.